Побеги малины подвержены всевозможным повреждениям. Зимние холода, жуки-долгоносики, малинная стеблевая галица. Малинная галица относится к числу вредителей, наносящих ощутимый ущерб побегам малины. Данный вредитель малины по внешнему виду представляет собой комарика длиной 1,6-2,2 мм. Тело галицы имеет черный окрас с желтоватыми волосками. Малинная галица откладывает 8-12 яиц у основания почки молодых побегов в момент цветения малины. Личинки проникают вовнутрь стебля. В процессе развития вредителя личинки питаются соком молодых побегов. В ходе развития на стебле малины появляется характерное вздутие – галла. Галлам характерно окольцовывание стеблей малины с растрескиванием поверхности. Личинки вредителя остаются на зимовку в галле. Количество перезимовавших вредителей может достигать до 8-12 штук. С приходом весны личинки галицы активно питаются соком малины, что зачастую приводит к усыханию побегов. Достигнув в размере 3-4 мм, личинки окупливаются непосредственно в галле. Личинки вредителя проходят годичный цикл развития. Чтобы не допустить распространения очага, необходимо вырезать и сжечь поврежденные побеги малины ниже вздутия. Также весной и осенью для борьбы с вредителем можно использовать химикаты – конфидор, моспилан, октора, калипса. Обработки проводим перед цветением малины. Необходимо вовремя остановить очаг поражения малиной галицы. Малинная стеблевая галица способна уничтожить весь малинник. Следовательно, вовремя проводите меры по предотвращению распространения очага заражения путем вырезания, а не обламывания поврежденных побегов малины. На мой взгляд, самым эффективным в борьбе с вредителем малины считаю обрезку побегов с незамедлительным сжиганием.